Между Министерством образования и профсоюзом педагогов произошло недопонимание. Так вчера вечером заявил премьер-крещанец Каринш. Если правительство собиралось повысить только минимальную часовую ставку педагогам, то профсоюз с самого начала говорил о другом. Требование профсоюза было таково, что повышение зарплаты должно быть всем педагогам. График должен быть для всех, а повысить зарплату на ноль евро, но это же не повышение, это не график. Понять, что пошло не так, профсоюз педагогов сегодня пытался на встречи с представителями Министерства образования. Сама министра Анда Чакша в ней решила не участвовать. И, по крайней мере, на утренней встрече договориться, похоже, не удалось. По сути, профсоюз призывает министерство пересмотреть среднюю сумму, в которую опродится один школьник, указывая, что от этого зависит, сколько каждая школа получает денег и сколько средств в фонде зарплат учителей. И это позволит поднять зарплату всем педагогам. Сколько на это нужно денег, министерство обещало посчитать до встречи с премьером, которая была намечена на 15.00. И действительно посчитала более 4 миллионов евро, чтобы удовлетворить все требования профсоюза. Еще через два часа премьер и глава профсоюза вышли с хорошей новостью. Достигнута договоренность между двумя сторонами. Были разноклассия, но главное, что они преодолены. Завтра мне нужно еще обсудить это со своими партнерами по коалиции, но я думаю, что все согласятся. Балансирование рабочей ставки начнется с 1 сентября у каждой группы педагогов. Начинаем балансировать представители правительства. Вели расчеты на счет одного ученика, повысили сумму. Тогда обеспечивают финансирование для поддерживающего персонала и администрации. Это согласно с нормативными актами 22%. Мы решили тоже проблему, которая касалась поддерживающего персонала и других педагогов, у которых вообще не была указана оплата ставки. До завтрашнего дня профсоюз будет проверять правильность всех расчетов министерства. И если они верны, даст зеленый свет. В таком случае завтра же правительство утвердит изменения. Пока не принято финальное решение, забастовка продолжается. Сергей Герасимов, Хрищане Слейты, Сайнис Клуб, Щуру Саласа.